Я хочу быть президентом достойной страны, я хочу быть человеком, которого не догонят после пяти лет, дай бог, нормального правления, дай бог, нормальной команды, уважения. Я не хочу, чтобы меня на улице догнал кто-то и сказал, ты такой же, как порох. Выбачьте, будь ласка. Выбачьте, будь ласка. Это не призвище. Просто очень сильно наболело для каждого из нас. Я разумею. Я, 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 выбачаюсь, да. Я действительно хочу срубить из команды людей, с профессионалами. Знаете, как говорил Степ Джобс, я не для того беру умных людей, чтобы рассказывать, кому что делать. Я хочу привести этих людей, сломать эту систему. Систему, вы знаете, все это похоже на колоду карт, крапленых, в которых короли и шестерки меняются местами все эти годы. А ставка, ставка очень большая, ставка страшная. Человеческая жизнь. Когда мы говорим про какую-то статистику, просто 9 миллионов украинцев уехали. Это какое-то позорище, какой-то кошмар. Мы не удержали самое ценное, что у нас есть, это просто людей. И все остальное, что у нас с вами есть, все заводы, все предприятия, выбачные эксперты, выбачные... Все реформы, это никому не надо. Это вообще для кого? Если отсюда через еще, не дай Боже, еще через 5 лет уедет еще половина населения. Поэтому каждый из нас, это социальная миссия, это правда, каждый из нас должен делать все, что он может. Просто взять, выйти из комфорта, в котором я нахожусь сегодня, в студии Квартал 95. Я нахожусь в этом бизнесе, но этот бизнес, да, это большой труд, большой труд нашей большой команды, Квартала. Но я этот бизнес, понимаете, я благодарен за то, что у меня получилось жителям Украины, гражданам Украины, нашей стране. Я стал популярным, обеспеченным человеком благодаря этой стране, благодаря Украине. Понимаете? Поэтому я, для меня это цель, не вижу преград, сделаю все, что могу, приведу умных людей, не справлюсь, уйду. Поэтому иду на 5 лет. Поэтому и предлагаю один из первых законов, закон про импичмент. Мы много спорили с ребятами, да подожди, какой закон про 5 лет, ограничения, о чем ты говоришь, а вдруг получится? Нет. Нельзя в нашей стране, пока в Украине, в нашей родной стране, в Украине, нельзя давать возможность никому на первом сроке, во время первого срока думать, что ты будешь делать дальше, через 5 лет. Работай сейчас, здесь и сейчас, твори историю, делай все, что можешь.